Сегодня мы начинаем прямой эфир и находимся мы на площади у ДК Энергетик. Почему? Давайте покажем это место. Почему мы находимся сегодня именно здесь? Потому что началось 15 числа голосование по выбору общественных пространств в 2023 году. И сегодня мы побеседуем с Александром Александровичем Фридрихом, депутатом Девногорского городского совета и куратором этого общественного пространства. Александр Александрович, идет голосование, вы курируете это пространство. Почему нужно Девногорцам проголосовать и отдать свой голос именно за площадь УДК Энергетик? К вам, как куратору. Я думаю, для каждого Девногорца площадь УДК Энергетик это одно из самых знаковых и часто посещаемых мест. Здесь проходит достаточно много мероприятий, которые проводят отдел культуры. Также, как обычно, ежегодно и традиционно у нас тут летний, зимний городок и проходят летние мероприятия. Это и ярмарки, все возможные другие мероприятия, концертные программы и вообще ДК Энергетик, он у нас один и единственный в городе Девногорске. Я думаю, и сам ДК должен быть великолепным, и окружающее его пространство. Поэтому, я думаю, Девногорцы поддержат наше предложение о том, что необходимо в 2023 году благоустроить, скажем так, привести в надлежащий состояние территорию возле ДК Энергетик. Александр Александрович, почему важно каждому проголосовать? Чем больше народу проголосует, больше голосов наберем, ну и естественно, пространство тогда победит, скажем так, в конкурсе. Ну и я напомню Девногорцам, что голосование сейчас открыто на всероссийской платформе по адресу 24.городсреда.ру. Нужно зайти на этот сайт, выбрать город Девногорск и отдать свой голос за одно из двух общественных пространств, которые представлены на голосование. Это площадь УДК Энергетик и площадь УДК в поселке Слизнево. Проголосовать действительно важно. Я поддержу Александра Александровича. Если Александр Александрович ратует именно и приводит доводы, почему надо голосовать за площадь УДК Энергетик, то я напомню, что выбор нужно сделать из двух пространств. И почему это важно? Финансирование по программе формирования комфортной городской среды осуществляется только в том случае, если это нужно жителям. Если жители показывают свою заинтересованность в преображении того или иного общественного пространства. Субтитры создавал DimaTorzok